Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами начнем курс «Химия с нуля» для тех, кто раньше не занимался и для тех, кто хочет изучать химию с нуля. Химия вообще предмет не так уж сложный, как многим кажется. Вы в конце этого курса можете в этом убедиться. Химия вообще изучает состав, свойства и превращение веществ, то есть химия – это наука о веществах. Веществом называют то, из чего состоят предметы, то есть любой предмет с химической точки зрения является каким-то веществом. Это может быть обычный маркер, это может быть доска, и все они имеют свой определенный состав, и они состоят из определенного вещества. В состав веществ входят молекулы, атомы и ионы. Молекула – это мельчайшая частица, сохраняющая химические свойства данного вещества. Атом – это электронейтральная частица, химически неделимая она. Почему электронейтральная? Вообще слово электронейтральность означает, что атом не имеет никакого заряда, то есть у него заряд 0. Хотя атом имеет заряженных частиц, атом вообще состоит из положительно заряженного ядра, и вокруг ядра находятся отрицательно заряженные электроны. Количество положительных зарядов, если внутри ядра 5, значит вокруг ядра количество отрицательно заряженных частиц тоже 5. То есть общее количество плюсов и минусов одинаково, плюс 5 минус 5, будет в сумме 0, поэтому атом считается электронейтральной частицей. Например, если у атома количество плюсов внутри ядра будет 6, значит вокруг ядра количество минусов тоже будет 6. В сумме это будет 0. Теперь, почему здесь их по 5, а здесь их по 6? Это зависит от порядка номера элемента. Если здесь их по 5, значит это 5 элемент, а здесь их по 6, значит это 6 элемент, то есть это углерод. Ионы. Ионы они заряженные частицей. Положительно заряженные ионы считаются катионами, отрицательно заряженные ионы считаются анионами. Как вообще образуются ионы и как они заряжаются? Например, H2O это вода. Вода состоит из атомов водорода и из атома кислорода. Порядковый номер водорода в таблице 1, значит внутри ядра у водорода 1 плюс и вокруг ядра 1 минус. То есть 1 электрон и 1 протон у него есть. А порядку и номер кислорода 8. Значит у кислорода внутри ядра количество плюсов 8. Вокруг ядра количество минусов тоже 8. Теперь. Кислород. Кислород имеет электроотрицательность 3,5, а у водорода электроотрицательность 2,1. Получается у кислорода электроотрицательность больше чем у водорода, поэтому водород свой единственный отрицательный заряд отдает кислороду. И в результате чего у кислорода количество минусов становится на 2 больше. То есть количество плюсов 8, а минусов стало 10. Плюс 8 минус 10 будет минус 2. Значит заряд кислорода поэтому минус 2. А каждый водород, когда отдает свой единственный отрицательный заряд, у него остается только 1 плюс. Поэтому каждый водород имеет плюс 1 заряд. Следующее понятие у нас химический элемент. Химический элемент это совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Следующее понятие. Простое вещество. Простое вещество это вещество, которое состоит из одного вида элементов. Например, это может быть железо, это может быть кислород, это может быть серо. Они состоят из одного вида элементов. Здесь число атомов кислорода 2, но оба они являются одинаковыми элементами, поэтому кислород О3 это озон. Он тоже является простым веществом. Здесь число атомов 3, но все они являются одинаковыми элементами, поэтому все они считаются простыми веществами. Например, H2O, то есть вода. Вода является сложным веществом, так как он состоит из разных видов элементов. Еще пример. Углекислый газ тоже имеет разные элементы, поэтому он тоже является сложным веществом. Серная кислота. Три вида элементов содержат, поэтому серная кислота тоже является сложным веществом. Некоторые элементы образуют несколько видов простых веществ. Явление считается аллотропия. Первая причина аллотропии это разность числа атомов в молекуле. Например, атомарный кислород, молекулярный кислород и озон. Все они состоят из одинакового вида элементов, но они разными веществами являются. Почему являются разными веществами? Потому что имеют разные химические свойства. Вторая причина аллотропии это разность структур. То есть, есть аллотропные формы углерода, карбин, графит, алмаз. Они отличаются между собой строением. То есть, у карбина строение линейное. Есть еще один вариант. Значит, вот эти черточки, они указывают валентность. Валентность углерода 4. Значит, у каждого углерода количество черточек должно быть 4. Здесь тоже у каждого углерода по 4 черточек. Значит, валентность тут не нарушается. Молекула образуется из углеродов, которые присоединяются между собой подряд. То есть, образуется линейная молекула. А следующее вещество – графит. Как вы видите, здесь строение. Строение или скелет углеродов совсем уже другое. Но здесь валентность не нарушается. У каждого углерода количество черточек по 4. И валентность не нарушается здесь. Но они отличаются по структуре и образуют разные химические вещества. Третье вещество – это алмаз. И это бесконечно продолжается. Еще из каждого углерода по 3 черточек. И к каждому углероду по 3 углерода присоединяемся. Всем нам известно, что форма алмаза, то есть форма бриллианта, примерно такая. Это не зря. Правда, ювелири, они сами дают такую форму. Но это из-за того, что молекулярное строение углеродов у алмаза в такой форме. Теперь мы должны знать, конкретно у каких элементов есть аллотропные формы, видоизменения. Таких элементов не так уж много. Например, бор, углерод, кремний, германий, олова, свинец, фосфор, мещак, сюрма, кислород, сера, селен и тельдер. К этому еще могу добавить, что черный уголь и бриллиант, они состоят из одного вида элемента, то есть оба они состоят из углерода, но образуют разные химические вещества. Почему они являются разными веществами? Потому что они по свойствам отличаются друг от друга. Например, алмаз является самым твердым веществом, а уголь, он очень хрупкий. Еще они по цвету отличаются и другие физические свойства тоже у них отличаются. Хотя состоят они из одного вида элемента. Почему образуют они разные вещества? Потому что строение, то есть углероды между собой связаны по-разному. На этом мы заканчиваем. Если вам понравился урок, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!